Так, ребята, всем привет! Мы продолжаем вам показывать интересные наши видео, в том числе ремонтов и так далее. Сегодня будет очень интересное видео уже законченных ремонтов, те, которые заканчиваются. Также мы посмотрим работу Дениса по натяжным потолкам. И новую в Южном море у нас появилась квартира. Это мы все с вами посмотрим. Еще у нас работает здесь Михаил, крайне редко сюда появляется, в основном у него работы очень много. Миш, скажи, пожалуйста, вот по аренде квартир, у нас же есть доверительное управление, какая сейчас ситуация у нас с арендой? Например, есть ли у нас какие-то квартиры, которые не сданные? Есть ли желающие, которые звонят и хотят снять на долгий срок? Желающие есть, квартира у нас одна, одна у нас на Акации 11, она освободилась, сейчас будем подавать рекламу. Ну, бюджет у всех маленький, то есть у клиентов пока маленький, но скоро лето и квартир вообще не будет никаким, ни с каким бюджетом. Поэтому, у кого есть желание снять, нужно снимать сейчас. А у кого есть желание сейчас сдать? Тоже пусть звонят, с ловушием поможем, да, подберем клиента, потому что клиенты есть. Потому что, понимаете, вот, либо сейчас до лета успеть сдать квартиру долгосрочную, либо ее сдавать уже после лета. Потому что на лето, да, Миш заселится, кому нужно лето отдохнуть, отдохнуть, отгуляет, а потом использует вашу квартиру и до свидания. Поэтому, все-таки, мне кажется, вот надо перед летом искать долгосрочную аренду, там, с семейной парой и так далее. Да, можно с повышением ее сделать, но лето, чтобы они летом, ну, не зря прожили, даже если им там съедут осенью, хотя бы лето они уже дорого прожили. То есть, им даже не будет смысла съезжать осенью, потому что цена упадет, где квартира появится, то есть, какой смысл, отплатили лето, там, дорого, и съезжать. То есть, дальше будут жить у вас долго и счастливо. У нас, получается, всего осталась одна квартира, которая находится в аренде, еще не сдана. Остальные те, которые у нас были, варианты, они просто сданы. У нас более 10 квартир, все живут, все счастливы. Вот одна квартира по семейным обстоятельствам освободилась, уехали люди на родину. Так что мы ждем ваших обращений, если есть у вас квартира. Ну, и так, давайте смотреть наше видео, которое ребята сняли. Уверен, что они вам понравятся. Ну, и подпишитесь, и лайк сразу можете поставить. Будет очень приятно. Зрители, я всех приветствую. Мы закончили еще одну квартиру по установке натяжных потолков. Мы находимся в Дагомысе. Это ЖК Королева Португалия. Сейчас покажу, что мы здесь сделали. Начнем с гостиной. Значит, у нас потолки все немецкие от компании Бауф. Белые матовые. С классическим примыканием. Резинка по периметру. Здесь у нас установлена закладная. Будет римская штора потом устанавливаться. То есть никаких карнизов нет. В зоне кухни пять точечных светильников. Над столом вот такой подвесной светильник. Люстра крепится в двух точках. По высоте еще, если заказчики захотят, отрегулирует. А то, может быть, ее уже и нормально отрезать. Только тросик остается. Так, здесь у нас люстра светодиодная. Зона кровати будет. Или диваны. Что-то такое. Брашки. Так. Спальня. Вот такая шикарная люстра. Два часа потратили на сборку этой люстры. Но оно того стоило. Почему-то при съемке мерцает. На самом деле, смотришь на нее, ничего не мерцает. Вот такой подвесной светильник здесь. Также потолки у нас с обычным классическим примыканием. С резиночкой по периметру. Карниз заказчики попросили не ставить. Не знаю пока из каких соображений. В общем, мы его оставляем. Он здесь остается на объекте. Так, далее. Заходим в зону прихожей. Вот такая световая линия. В форме квадрата. Метр на метр. Мы изготовили. Лента здесь. 4 тысячи кельвинов. 20 ватт по мощности нейтрального свечения. Очень ярко, светло. Датчики пожарные вынесли. Так как требует здесь управляющая компания. И поставили вот такую магнитную решетку. Это магнитная решетка нового поколения. Она слегка утоплена в полотно. Блок питания за ней спрятан. Так, зона гардеробной. Здесь один большой вот такой прожектор. Света очень много. Но вообще квартира вся в светлых тонах. И вот этого освещения прям более чем. Так, напоследок ванна. Санузел. Значит, белая плитка. Вот такая керамогранит под мрамор. И шесть вот таких ярких светильников. Также классическое примыкание с резинкой. Плотно премиальное от компании Бауш. Вот такая красота в прихожей. Дверь здесь выкатная. Для сохранения пространства в помещении было такое решение. Принято изготовить такую стенку, чтобы дверь туда выезжала. На стенах везде декоративная штукатурка. А пол кварц-винил, уложенный елочкой. В общем, можно сказать, ремонт здесь закончен. Остается только сделать клининг. И все, и можно завозить мебель. Нет, обманул еще кондиционер. Остается повечить. А так, все готово. Оцените наши потолочки. Оцените наш ремонт в этой квартире. По всем вопросам пишите в комментариях. Ответим. Обращайтесь. Всем спасибо. Всем привет. Часто мы с вами затрагиваем тему по черновому ремонту и по этапам черновых работ. А сегодня давайте мы с вами проговорим порядок пополнения чистовых работ. С чего же начинается у нас ремонт? Чистовой ремонт у нас начинается, соответственно, с закупки чистовых материалов. Этим у нас занимается Михаил. Если вы дистанционно делаете с нами ремонт, мы всегда вам поможем в закупке, в доставке, разгрузке чистовых материалов. Михаил порционно все у нас завозит, принимает, проверяет. Если не хватило плитки, он довозит. Если пришла колотая, например, битая, он это все поменяет, привезет, заменит. Итак, начнем с этапов работ. Смотрите, первым этапом мы начинаем с плиточных работ. Заходим на ремонт, делаем гидроизоляцию мокрых зон, монтаж душевого поддона строительного. В основном сейчас все делают душевой поддон строительного исполнения. Плиточные работы. Укладка плитку в санузле, укладку кухонного фартука, укладка плитки на балконе, если это требуется. И также напольное покрытие. Если у вас по квартире идет плитка, то мы также укладываем плитку. Первым этапом мы делаем все плиточные работы. Но здесь вот мы на доске пометили первый, второй этап, да. Но у нас в шахматном порядке это все может иногда меняться. Например, если очень много плиточных работ, мы их можем разделить на два этапа. Либо же все сделать в один этап. Далее вторым этапом у нас идет либо напольное покрытие, это укладка ламината, укладка кварцвинила, наливной пол, да, укладка паркетной доски, кто что захочет сделать из заказчиков. Либо же это у нас идут стены. Подготовка стен и поклейка обоев, либо же подготовка стен под покраску и покраска стен. Но опять же таки, второй и третий этап, он тоже у нас может чередоваться в зависимости от выполняемых работ. Там уже прораб смотрит по факту, что лучше сделать в первую очередь. Так вот, если же мы делаем напольное покрытие, в первую очередь ламинат, кварцвинил, да, мы это все сделали. Укрываем это арголитом, это листы из БВП, чтобы не повредить напольное покрытие. И потом уже делаем, стены подготавливаем, и уже клеим обои, красим и так далее. Далее у нас следующими этапами идут установка сантехники, электрики, розеток, выключателей. Но опять же таки, это смотрит уже прораб, все это регулирует, что нам лучше сделать. В основном мы делаем следующими этапами, это сантехнику, натягиваем потолок. Далее после потолка мы делаем двери, монтируем двери, только если это не двери скрытого монтажа, потому что если двери скрытого монтажа, они делаются в первую очередь вместе с кафельными работами. И при заключении договора на чистовой ремонт, имейте в виду, что двери скрытого монтажа изготавливаются где-то 30 дней. То есть поэтому либо заранее их нужно заказывать, либо, если вы спешите, можно изменить их на обычные двери. Ну и в конце мы обычно делаем монтаж плинтусов. Розетки-выключатели у нас тоже могут уйти на последний этап. И убираем за собой мусор, выносим его, строительный весь мусор, сдаем вам готовый чистовой ремонт. Поэтому, смотрите, если у вас сейчас есть квартира с законченным черновым ремонтом, то пока у нас прекрасная погода, все быстро просыхает, сейчас самое время начать делать чистовую отделку. Поэтому рады будем вам помочь, обращайтесь в нашу компанию. Итак, мы находимся в жилом корпусе Южное море, второй корпус. Пришли замерять квартиру. Квартира 123. Вот так вот она выглядит. Значит, при входе у нас вход отопления, водосновления, силовой кабель и слаботочка. Вот такая вот дверь. Здесь выделенный санузел. Прямоугольный ровный фон. Заходим справа у нас лент каналов. Вытяжка. Канализационная труба. Дальше. Вот эта стенка. Вот эта стенка. Вот такой проемчик и сделан. И вот здесь вот такое вот помещение. Видится в противоположную сторону от моря. На дома. Там кусочек моря может быть видно будет. Вот такая вот квартирка. Друзья, еще одна квартира у нас в Дагамысе. Находится в жилом комплексе Дагамыс Парк на третьем этаже. Вот как раз и сейчас я в ней нахожусь. Квартира чуть более 60 квадратных метров. Распланировали мы ее полноценную двухкомнатную квартиру с двумя большими спальнями, кухней и гостиной. Ну и самое интересное, это санузел, который я вам также покажу. Ну и начнем со спальни. Как раз мы в ней и находимся. Вот такая просторная спальня. Здесь у нас также присоединена лоджия общей площадью. Вот таким вот образом все это выполнено. Ремонт у нас на стадии завершения. На стенах мы уже наклеили обои. Вот такие они у нас здесь. Пестры здесь в серых тонах. Такие у нас выбрал заказчик. На полу кварц-винил. Мы его, конечно же, застелили пленкой. Так как у нас еще здесь будут проводиться работы, еще натяжные потолки. Установили электрофурнитуру. Вот такая она матовая, бежевая. Шнайдер. Далее вот такой здесь просторный холл. Гардеробная. Небольшая, но она есть. Далее мы проходим в кухню-гостиную. Здесь у нас будет установлен кухонный гарнитур. Как видите, уже фартук у нас здесь есть. Ну а в этой части у нас будет обеденная зона. Здесь также несколько видов обоев. Посмотрите. Вот эта стена у нас здесь зона ТВ. Она выделена вот такими красивыми обоями. Далее. Еще одна спальная комната. Это у нас детская. Здесь зона ТВ. Мы будем ее отделать ламинатом на стену. Такой будет красивый выделенный акцент. Ну вот такие здесь обои более темные. под декоративную штукатурку. Ну а на полу кварцвинил единым контуром без порожков. Кварцвинил позволяет это делать. Ну и самое друзья, интересное это санузел. А интересен он тем, что здесь у нас есть и ванная, и, ребят, душевая. Причем немаленькая, достаточно большого размера, метр на метр двадцать. Я думаю, каждый мечтает в таком санузле. Посмотрите, как мы здесь выполнили монтаж плитки. Здесь такая ниша выделена. В ней уже будут установлены мебельные полочки и все будет так красиво смотреться. Ванна, кстати, ребят, здесь палящая. Таким вот образом это выглядит. И в данном случае ревизионный люк не требуется, потому что все необходимое можно выполнить через вот эту нишу. Здесь у нас вот такая достаточно большая столешница с мойкой. Здесь у нас место для стиральной машины. Зеркало с подсветкой. Следующий этап в этой квартире установка дверей, плинтусов, ну и монтаж потолка. Вот такое вот у нас получилось сегодня интересное информативное видео. Надеюсь, оно вам понравилось, поэтому поставьте лайк нашей работе, подпишитесь на канал, ждем ваших обращений по поводу аренды, по поводу закупки чистовых материалов, если вы хотите с нами делать чистовой ремонт. Я надеюсь, вам понравилось видео, которое записала Анастасия по факту, какие у нас работы, с чего начинается. Она у нас все больше будет снимать для вас видео, поэтому напишите как вам формат такого видео. Ну, а мы продолжаем нашу работу. Если вы не посмотрели предыдущее видео, то обязательно тоже посмотрите много полезной информации. Правильного вам выбора ремонта, правильного подбора материала и так далее. Удачи, хорошего настроения, пока!